Республика Татарстан переходит на электронные водительские права. В приложении Госуслуги Авто появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС, второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. С 1 марта, с момента вступления в законную силу новой редакции правил дорожного движения, предъявление водительского удостоверения и сведения о регистрации в электронном виде, в виде QR-кода инспектора ТПС, будет приравниваться к такому же водительскому удостоверению в бумажном виде. Само мобильное приложение Госуслуги Авто работает с 2021 года, а запуск проекта по внедрению и использованию электронного водительского удостоверения начался по всей стране с 1 октября прошлого года. Система работала в тестовом режиме и теперь готова к использованию. У каждого сотрудника Госавтоинспекции на планшете установлено специальное программное обеспечение – сервис, позволяющий считывать QR-коды на мобильных устройствах водителей. Формируя формат электронного водительского удостоверения или сведения о регистрации в виде QR-кода, обращается к федеральным базам данных Госавтоинспекции. У сотрудников Госавтоинспекции установлено такое же мобильное приложение на планшетах, которое позволяет считать QR-код водительского удостоверения или сведения о регистрации. Все 100% экипажа в Республике Татарстан обеспечены планшетами и в том числе данным мобильным приложением, позволяющим проверять легитимность предъявляемых QR-кодов. Касательно вопроса, можно ли эти данные каким-то образом утечь, вопрос, конечно, к сохранности этих данных. Ну, мы знаем, что сливы происходят, но с каждым годом, скажем так, надежность сектора защищенной информации, защищаемых данных, она повышается. Для того, чтобы получить электронное водительское удостоверение, необходимо скачать обновленную версию госуслуги авто. Данные документы загрузятся из ГИБДД автоматически, если у приложения есть доступ в интернет. QR-код появится при нажатии на соответствующую кнопку, но стоит отметить, что он меняется каждый раз при предъявлении документов. По правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Штраф за забытые права составляет 500 рублей. На госуслугах у человека появляется некая все-таки авторизованная его цифровая копия. А QR-код на самом деле это не что иное, как закодированная ссылка на вот часть этого цифрового портрета нашего гражданина, собственно, которую можно удостоверить. То есть, условно, если в госуслугах написано, что человека зовут так-то, и у него какие-то паспортные данные, то мы этому доверяем. То есть государственная служба этому доверяет. Поэтому мы, например, доверяли сертификатам, да, или у нас там проверяли QR-коды при вакцинации. Вот сейчас появляются электронные полисы. И вот с правами будет абсолютно точно так же. QR-код подтверждает легитимность водительского удостоверения и исключает риск предъявления поддельных документов. Уже более 2,5 тысяч человек пользуются данной услугой и отмечают ее удобство. Ведь эксплуатируя права в цифровом формате, человек может не только предъявлять их сотрудникам госавтоинспекции, но и подтверждать любые финансовые операции, требующие безопасной аутентификации. Алина Красильникова, Универа Ньюс.